Можно сказать, что кёрлинг — это сочетание шаффлборда, бильярда и боулинга на льду. Снаряды в этой игре — это большие камни, игрок запускает их в цель, одновременно стараясь выбить из зачётной зоны камни противников. Другие игроки команды могут с помощью специальных щёток тереть лёд перед камнем, тем самым слегка подправляя его движение. Снаряды для кёрлинга сделаны из гранита, который добывают всего на двух каменоломнях. Уэльсия и Шотландии. Этот мелкозернистый гранит, не содержащий кварца, имеет показатели сопротивления в три раза выше, чем обычный гранит. На каменоломнях стараются избегать взрывов, чтобы не повредить структуру камня. Вместо этого ищут трещины в камне, а затем отбивают от него куски экскаватором. Этот кусок гранита весит 20 тонн, и размером он с небольшой автомобиль. Теперь камень нужно разделить на плиты поменьше. Резак – это толстый кабель со шлифующими кольцами, сделанными из крупиц алмазов. Опускаясь на высокой скорости на гранитный блок, алмаз разрезает гранитную плиту. Чтобы избежать трещин и шероховатостей, круги для будущих снарядов рисуют на поверхности лучшего качества. Теперь этот резак вырежет из камня цилиндр. Алмазные резаки вырезают в каменной плите будущий камень для керлинга. Такой цилиндр весит около 26 килограмм. Рабочие вынимают его из плиты специальной присоской для тяжелых предметов, а затем погружают в контейнер, который отправится в Канаду на фабрику по изготовлению снарядов для керлинга. Теперь в середине проделывают отверстие диаметром в 16 миллиметров. Здесь в будущем будет ручка для снаряда. Но до этого еще далеко. Сначала эта машина отшлифует концы цилиндра, чтобы камень приобрел форму снаряда для керлинга. Изогнутая спица аппарата оснащена алмазными резаками. С помощью них стесывается половина камня. Затем камень переворачивают, чтобы стесать вторую половину. Следующий аппарат проделывает отверстие в камне. В него вставят другой вид гранита, мелкозернистый, специально привезенный из Шотландии. Благодаря этой вставке камень будет более долговечен. Смазав отверстие эпоксидной смолой, в него помещают гранитную вставку. Гидравлический пресс вдавливает вставку в отверстие, избавляясь от лишнего воздуха. Теперь с помощью шлифовального станка по образцу вырезают с обеих сторон камня полунки. Ручку присоединят к одной из сторон в зависимости от того, какой стороной камень будет скользить. Затем камень пропускают через вращающийся полировальный станок. Поверхность полируют пятью алмазно-абразивными шкурками и обдают крошечной стеклянной крошкой. Таким образом равномерно распределится ударная сила и при ударах не останется щербин. Вверх и низ камня полируют крупнозернистой шкуркой. Так достигается лучшее сцепление со льдом. Окончательный снаряд для керлинга весит около 18 килограмм. Ручку для камня отливают из прочного ударостойкового пластика. Гравировальный станок, управляемый компьютером, может выгравировать любую надпись или логотип. В выгравированные отверстия заливают краску, чтобы подпись была хорошо видна. Как это работает? И в завершении ручку ввинчивают в отверстие, которое было сделано заранее. Скаменоломни на фабрику налет. Этот снаряд для керлинга очень скоро сможет попытать о своем счастье. Субтитры сделал DimaTorzok